Далее проект Натальи Кечина «Герой минувших дней» о том, как сложилась дальнейшая судьба обычных людей, которые в разное время становились настоящими звездами экрана. Сегодняшний герой – семья Гусаровых, в которой мама одна воспитывает тройняжек. 18 лет тройни появлялись. 18 лет назад тройни появлялись на свет крайне редко. Одни роды на 8 тысяч. Потому каждое такое рождение становилось событием для города. Как все изменилось 18 лет спустя, прямо сейчас. В ЗАГСе Центрального района проходила торжественная регистрация новорожденных тройняшек. У Юлии и Владимира Гусаровых родились сразу три девочки. Их назвали Ольга, Алена и Анна. Ну, наверное, счастлива у меня нет человека. Многодетным родителям сразу дали четырехкомнатную квартиру и много подарков. Но в обычной жизни Гусаровым приходилось рассчитывать только на собственные силы. На этот старый сюжет в архивах мы думали, что сделаем Гусаровым сюрприз. Но показ пришлось срочно прервать. Простите нас, мы, правда, не думали, что будет такая реакция. Плакать начала и мама Юля, и ее дочки. Ты папу-то и не помнишь. Маленькие же совсем были. Ленечка, ты че мой хороший. Дабы прокормить семью, 22-летний папа Владимир Гусаров подрабатывал извозом на своей старой шестерке. Девочкам было 4 месяца, когда тело отца с огнестрельными ранениями нашли в машине на берегу реки. В Краснодарске тогда промышляла банда, которая грабила и убивала таксистов. Молодая Юля осталась с тремя дочками на руках. И вот двое здесь на руках, третье вот так вот ногой в коляске. И я говорю, бабушке заходит, соседка, она говорит, ну подожди, деточка, вот скоро им будет 3 года. И все, и они будут спать, все будет хорошо, все уладится. Я говорю, им никогда не будет 3 года, никогда. Сейчас уже 18. Бог или судьба, как будто издевались с Ангусаровыми. Через 4 месяца после смерти мужа девочкам поставили диагнозы. А Лене отек мозга и умственно отсталась. Аня и Оле ДЦП. Это шок был, и был шок. Когда Володю убили, это прям вообще был шок. Потому что считали, что трой не родилась, как под богом ходим. В случае, понимаешь, жизненной ситуации есть возможность бороться. Понимаешь? Доказывать, бороться, что-то делать. В случае смерти ты ничего не сделаешь. И Юля начала бороться. Хоть и не спала ночами, подрабатывала уборщицей. Полная нищета. А копейки нужны были на лечение. Врачи говорили, Аня и Оля никогда не будут ходить. Только мать верила. И девочки пошли, правда, лишь 8 лет. И до сих пор им сложновато передвигаться. Но все они на ногах. Сотни раз врачи убеждали, зачем такая обуза. Одного ребенка в одиночку трудно поднимать. А тут трое. И все инвалиды. Вы не понимаете, что с каждым годом вы не молодеете, а стареете. Организм изнашивается. Причем изнашивается очень усиленно в связи с такой нагрузкой. И в оконцовке ни дети не будут приспособлены к этой жизни. У них бытует такое мнение, что интернат для инвалидов даст им больше для жизни, чем я как мама. А потом была школа. У Алены коррекционная, у девочек общеобразовательная. Чтобы туда попасть, стоило больших трудов. Кому нужны инвалиды? Девочки учились по упрощенной программе на дому. Мы приехали, когда в семье Гусаровых случилось радостное событие. Кому-то может смешным показаться 18 лет получить аттестаты об окончании девяти классов. А для них это как для кого-то диплом Оксфорда. Аттестаты вручала лично директор школы. Когда девочки пошли к нам в первый класс, я говорила, что не смогут. До пятого класса будут тянуть программу и не смогут больше. Может быть, как психолог или еще как кто-то. Не знаю, я ошиблась. И вот, слава богу, что я ошиблась. Алена тоже получила аттестат коррекционной школы. Она, кажется, теперь активно двигается за троих. Мечтает профессионально танцевать. В семье Гусаровых всегда было много животных. Мечты у сестренок Алены соответственные. Я вообще хочу питомники сделать. Понятно, Гена, подурные. Питомники с кого? Много животных, чтобы там было. Всяких разных. Ну, каких хочешь? Всех. Всяких разных породцевать, там кошек. В 18 лет по законодательству человек становится взрослым, инвалиды лишаются многих льгот, которые полагались детям. И финансовая поддержка гораздо меньше. Мама Юля подрабатывает немного, стряпая вкусные торты на дому. Думает теперь, как бы еще продолжить образование дочек, овладеть хотя бы какой-то профессией. Боевая по натуре, она не боится трудностей. И на жизнь не жалуется никогда. Поначалу все, как бы, что вот и бога нет, и такое, как почему, и за что, и все. А потом как бы как смирение пришло, что надо бороться. Что вот если мне это дано, значит только я смогу побороть это, понимаешь? Значит, мне вот так можно. Значит, другая бы мама, если бы случилась с ней такая ситуация, она бы не смогла вот так вот бороться и жить с этим. Наталья Кичина, Станислав Салтыков, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова